В Бородино В школе деревни Каменка на занятиях по робототехнике теперь изучают основы автомеханики с помощью конструктора «Лего». В Зеленогорске стартовал профилактический рейд «Жилье». За два месяца сотрудники пожарной охраны рассчитывают обойти 506 домов и посетить больше 23 тысяч квартир. Дни доноров Бородино. В течение двух дней в городе работала, вы зная, бригада краевого центра крови. Бородинцы, как всегда, приняли активное участие в этом благом деле. Беседа с доктором, заполнение необходимых документов, предварительный анализ крови и только после этого в донорское кресло. Если нет противопоказаний, каждый донор сдает по 450 миллилитров крови. Именно такое количество организм способен быстро восстановить. Женщинам разрешают создавать кровь до четырех раз в год, мужчинам – до пяти. По словам специалистов, доноры не только спасают чужие жизни, но и приносят пользу своему организму. Эта процедура стимулирует работу эндокринной и иммунной систем, снижает риск возникновения инфарктов и инсультов. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, доноры живут на пять лет дольше среднестатистического человека. В Бородино выездные бригады центра крови приезжают четыре раза в год. Доктора всегда отмечают высокую активность жителей города и их отзывчивость. Мне очень приятно сказать, что они приезжают, сдают на тромбоконцентрат. Переходит им вызов, и они едут, сдают. Это очень специальный компонент, препарат, который спасает людей от заболевания рака крови. Это детей вот и они спасают вообще. Заболевания, люди, лежащие в тяжелом состоянии, в гематологическом отделении, в краевой детской больной. Вообще очень благодарны вот этим вот людям. В день съемок в донорской книжке Владимира Абрамовича появилась сороковая по счету запись. А это значит, что в ближайшее время он получит удостоверение, почетный донор и льготы от государства, дополнительные дни к отпуску и ежегодные денежные выплаты. Практически с 90-го, а потом перерывы были большие. Ну а так почти регулярно где-то с 6-го года. Сотрудники полиции пополнять банк крови считают, можно сказать, своим долгом, поскольку чаще других сталкиваются с людскими бедами. Они чаще других, наверное, знают о каких-то там происшествиях, о дорожно-транспортных происшествиях с какими-то серьезными последствиями. То есть, как бы, и, наверное, еще это как бы заставляет, подстегивает сдавать кровь. Нам становится известно о том, что приезжают в город принимать кровь. Мы всегда стараемся попасть по возможности дать кровь. За два дня участие в «Добром деле» приняло более 200 бородинцев. Они пополнили Краевой банк крови больше, чем на 90 литров. Порядка 5 миллионов рублей в этом году планируется выделить на работы по сносу аварийного жилья. Но не все деньги будут взяты из городского бюджета. Так, например, этот дом на четвертой площадке планируется снести за счет подрядных организаций, которые будут возводить на этом месте Ледовый дворец. После того, как бывшее жилым здание полностью снесли и очистили территорию, оно снимается с кадастрового учета, и земельный участок должен быть выставлен на торги для будущей застройки. А уже что там будет, новый жилой дом или, например, развлекательный комплекс, зависит от градостроительного плана. Если там запланировано двух-трехэтажное строительство, значит они будут так и торговать. Если это индивидуальное жилищное строительство, значит будут индивидуальные жилые дома. Ну а если общественно-деловая зона, то, естественно, на торги будут выставлены как общественно-деловая зона. В прошлом году в Канске было снесено 10 домов, которые признали аварийными. Это два дома по улице Кайтымской, два на улице Герцена, три дома в рабочем городке и по одному зданию на Енисейской, Красноярской и улице Горького. На это было потрачено порядка одного миллиона рублей. На 2016 год план по сносу ветхого жилья увеличен в три раза. На этот год, согласно программе, у нас работы будет намного больше. Нам нужно будет снести порядка 30 жилых домов, с которых уже частично жители переселены, с некоторых уже переселили 100%. Мы сейчас готовим конкурсную документацию и будем выставлять на торги где-то в феврале-марте месяце для разборки и сноса данных жилых домов. Также по поручению главы города должны снести некоторые сгоревшие здания по улице Московской, которые не являются культурным наследием и в них давно никто не живет. Речь идет в том числе и о доме напротив пенсионного фонда. Здравствуйте! Здравствуйте! Можно? Пожарные обходят многоквартирные дома. Если удается застать хозяев, стараются провести профилактическую беседу. Проводка у вас наверняка старая, уже нельзя в одну розеточку включать несколько мощных энергоносителей, знаете, тоже, да? Если пользуетесь чайником, то микроволновка лучше в этот момент не пользоваться. Нет, я не пользуюсь. Инспектор выясняет, курят ли проживающие в квартире или нет ли среди ближайших соседей социальных личностей. Важно понять, насколько велика опасность возникновения пожара и как подготовлены к такой ситуации жильцы. Масштабное мероприятие под названием «Жилье» в городе проводят, чтобы предотвратить квартирные пожары. В 2015 году в нашем городе в результате пожара по гибели 4 человека. В сравнении, допустим, с 2014 годом, в котором мы не имели вообще гибели людей на пожарах. Мы беседуем с каждым жителем города, рассказываем о тех мерах пожарной безопасности, которые они должны соблюдать, чтобы не допустить пожароопасной обстановки. Естественно, в быту это электроприборы, это неосторожное обращение с огнем. Это самые главные две причины, по которым гибнут у нас люди именно в жилье. Пристальное внимание во время обхода пожарные уделяют и электрощитам на этажах. Как раз есть возможность указать жильцам на нарушения, пока не стало слишком поздно. На примере данного подъезда мы видим, что электрощиток не заперт, устройство для его запирания повреждено, и поэтому вполне возможен доступ посторонних лиц, не санкционированный к электрооборудованию подъезда. Кроме того, из-за того, что дом старый, проводка в щитках уже тоже достаточно ветхая, зачастую используется алюминий, что сейчас уже недопустимо. Пожарные планируют заглянуть в каждую квартиру, поэтому в мероприятии будет задействован весь личный состав 19-го управления. И поскольку большинство зеленогорцев днем работает, свои рейды они совершают утром и вечером. И очень просят горожан не жалеть времени на беседу. Рейд продлится два месяца. За это время пожарные рассчитывают обойти 506 домов и посетить более 23 тысяч зеленогорских квартир. Итоги подведут в середине марта. Вот эта вот шестеренка, здесь оборотов больше, она прям крутится, видите, сильно. Здесь уже медленнее, то есть здесь оборотов меньше. В школе деревни Каменка на занятиях по робототехнике теперь изучают основы автомеханики. Чтобы понять принцип работы автомобилей, в ход пускают конструкторы лего. Из пластмассовых деталей собирают различные механизмы. На селе какие профессии? Ну, это автомеханик. И вот решили, что вот пока курс автомеханики, то, что мы можем за счет роботов лего, мы вот эти вот все механизмы изучим. Вот поэтому мы и решили, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы их заинтересовать к инженерным профессиям. Изучать автомеханику решили в этом году впервые. При этом школа деревни Каменка стала пионером в этой области. В соседних территориях занятия по робототехнике проходят традиционно. В 11 классе Каменской школы учатся одни девочки. Поэтому занятия по робототехнике посещают ученики с 1 по 10 классы. Вдруг, если машина сломается, надо будет что-то починить, какие-то гайки вкрутить. Особенно внутренней части машины мне нравится как-то что-то охота сделать. Папе иногда помогает с машинами. Тема этого занятия – трехступенчатая зубчатая передача. Ее макет юноши собрали из конструктора. Старшеклассник Константин после окончания школы мечтает стать автомехаником. Дедушка уже пообещал подарить ему свой автомобиль. В его починке Костя уже применил полученные на занятиях знания. У нас шестерня одной недоставала. Мы неправильно поставили, одну пропустили. Нам пришлось разбирать и вставить, покупать и вставить свою передачу. Занятия проходят несколько раз в неделю. Конечно же, не забывают здесь и об основном направлении внеурочной деятельности – самой робототехники. Автомеханикой занимаются в свободное время. В ближайшее время ученикам Каменской школы планируют рассказать принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Существенные изменения в культурной жизни Енисейска. Знакомого всем городского выставочного зала больше не существует. Это учреждение ликвидировано, а здания и сотрудники, которые здесь работали, теперь являются частью Енисейского краеведческого музея. На бумаге слияние учреждений произошло в последние дни 2015 года, а сразу после новогодних каникул началась работа в новых условиях. Сотрудники выставочного зала просто влились как отдел экспозиционный к нам в музей, поэтому по штату никаких изменений не произошло. Они будут работать так же, как и работали, только теперь с расширенными функциями. Сейчас краеведческий музей готовит первую историческую экспозицию после своего расширения. Происходит это как раз в выставочном зале. Напомним, здание, в котором находился музей раньше, сейчас на реставрации. В течение года хранители истории жили без собственных выставочных площадей. Для нового проекта уже выстроена стена. В ближайшее время появится еще несколько крупных конструкций. Тут на пьедестале будет находиться чум, то есть в одеяниях манекены. Дальше будет находиться тоже так же на пьедестале острог. Восстанавливать полностью все это будет так же, как в том музее на Ленина 106. И это все будет переходить из века в век. Частью экспозиции является макет Енисейска, вернее его исторической части. Здесь можно рассмотреть купеческие особняки и старинные храмы. Макет сделан в рамках подготовки города к 400-летию, который будет отмечаться в 2019 году. Рабочее название нового проекта «Невыдуманные истории про Енисейск». Мы соберем самые интересные истории, воспоминания, впечатления, как самих енисейцев, так и людей, которые сюда приехали, вольно или невольно. А впечатления об этом месте у них очень разные. Точная дата открытия экспозиции пока не определена. Планируется, что это произойдет в начале марта. Для Енисейска это будет одним из ярких культурных событий этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова